Дата 12 апреля Генассамблея Организации Объединенных Наций в 2011 году объявлена Международным днём полёта человека в космос. Легендарный полёт человека в космос, потрясший весь мир, был осуществлён 12 апреля 1961 года. Первым жителем Земли, отправившимся на корабле «Восток-1», покорясь безвоздушное пространство, стал тогда ещё никому неизвестный Юрий Алексеевич Гагарин. Корабль поднялся на высоту 217 км и совершил один оборот вокруг нашей планеты в течение 1 часа 48 минут. Спуск пилотируемого аппарата продолжался 108 минут. Он благополучно приземлился неподалёку от города Энгерса в Саратовской области. Великое событие стало знаковым для будущего. С тех пор страна ежегодно отмечает торжественную дату – День космонавтики. Это событие отмечено небольшим символичным эпизодом, когда на памятном месте, прямо в поле, где приземлилась капсула с космонавтов, жители близлежащих сёл установили деревянную дощечку с надписью «Не трогать!» 12.04.1961 года. 10 часов 55 минут Московское время. Впоследствии именно здесь был поставлен 27-метровый обелиск из мрамора, точная копия того, что находится возле павильона «Космос» в ВВЦ в Москве. Следует отметить, что в 1965 году на это место приезжал сам Юрий Гагарин. Как всё происходило? Сделав один виток вокруг Земли, космический корабль «Восток-1» начал планируемое снижение. После того, как спускаемый аппарат вошёл в атмосферу, он был на высоте 7 километров. Космонавт катапультировался и спустя несколько секунд взвился стабилизирующий парашют. Далеко внизу Гагарин заметил блестящую полоску крупной реки и пришло понимание, что это может оказаться только Волга. Через несколько минут космонавт увидел город у Великой Русской реки, а рядом с другой стороны реки ещё один, чуть поменьше. Их очертания и расположения показались Юрию Алексеевичу чем-то знакомыми. И он не ошибся. Космонавт ощущал, как ветер несёт его прямо на речную гладь. Однако вышел и раскрылся второй парашют, и спуск стабилизировался. Он увидел родные места. Саратов, железнодорожный мост, песчаную отмель. Над ними он когда-то совершал свои первые учебные полёты на самолёте, будучи курсантом Саратовского лётного училища. Вот так полёт легендарного Юрия Гагарина стал символом эпохи и наивысшим достижением нашего государства.